Разве можно так жить? Да разве нас к Богу... Разве Бог нас так учит? Он нам какой закон дал? Жить свято, чисто, для Бога. Когда умрём, потом-то никто не поможет, когда душа в ад пойдёт. Да, да, старина. Я согласен. Ну вот так. Я ещё не вижу, что ли тут. А вот как зовут? Чарелы, тише! Вас как зовут? Да вам о чём меня звать-то? Никак не зови. Просто зови красной фуражкой, и всё. Нам нужно один вопрос задать. С чем мы можем быть полезны друг для друга? А что я вам скажу? Ну, Василий звать, Пётр, это ничего не значит. Проверить нельзя, хотя мы не лжём. Если бы вы были, так вот сказать, верующие, я бы вам сейчас все данные дал. У меня большие здесь ресурсы. Я верующий, старина. Конечно, я верующий. Ну ладно. Я нахожусь в городе Барнаул, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Дай Бог вам ещё жить, старина, до 200 лет. Мы для того пришли, чтобы людям рассказать о любви Божией. Что Сын Божий Христос умер за грехи людей, распятый. И через две недели будет начало Великого Поста. И будем ждать Пасху Христову. Христос воскрес, а которые не верят, что Он воскрес, они этого сказать не могут. У них радости-то нету никакой. Конечно, конечно. У них радость, знаешь какая, в интернетах полазить, да и что-нибудь кому-нибудь навредить. Очень приятно с вами поговорить, старина, очень приятно. Мы строим православную деревню с нуля, с нуля получили статус. Нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. У нас ни одного аборта нету, ни одного развода. Очень приятно слышать, очень. Побольше было так вот бы, и может и жизнь была бы лучше. Да к чему не может быть, а лучше. Мы одни такие, во все, на всю Россию, на весь Советский Союз. Мы одна деревня такая только. Мы уже в 28 лет ее основали. Очень приятно. Своими силами построили храм, школу, дороги выправляем. От государства ни рубля нету. А мы не просим. Сами все. Все сами по старинке, как говорится. Да. Мы сами молимся. Благодарим Бога. У меня брат родной, священник. У нас с тарелкой по храму не ходят. Ни за крещение ни за что, ни рубля не берутся. Десятина? Все сыграл. Вот приятно. Вот так. Вот если вам надо больше узнать, пожелайте, вы зайдите на наш YouTube-канал. Называется «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. А вы, старина, можно вопрос задать? Просто есть пятидесятники, есть всякие. Вы какие? Ну, если мы крестимся, ни один еретик не крестится. Это значит, вы православная. Борода не трогаем, значит, мы придерживаемся самой истинной веры. А баптисты, сектанты, они вот так молятся? А мы молимся, крестное знамение, у нас храм. А у них нет. Вы православные, я понял. Я тоже православный. Ну вот. Мы Бога благодарим. Вот вы, если православные, бороду больше не бреете. Это не положено. Нельзя, да? Да, вы посмотрите в иконы. Христос с бородой? Небритый. Апостолы с бородами, все до одного. Пророки все до одного. А мы-то в кого похожи-то? Две мамы, вон, смотри на иконе-то, с бородой же. Николыч и Дотворец. Да. У нас молодежь, никто бороду не трогает. В армии призывают, они на альтернативной основе, оружие не берут. А их берут, они служат и возвращаются, никого не убивают. Ну я знаю почему, старина, Бревич, могу сказать почему. А я знаю и так, веры нету. Нет, не за это, нет, старина. Страха Божия нету. Не убеждай меня. Если ты Бога боишься, ты никогда не притронешься. Не то, что на работе нельзя, там, жена не говорит. Глупости все это. Бог сказал, он меня... Меня Бог сотворил. Я не имею права портить. Картину Репина, Рембрандта, Рафаэля, кто портит-то? А Господь говорит, вы храм Божий. Придем с отцом, вселимся и будем жить в нем. Мы храм Божий. Какой же я имею право теперь его исказить? А большая разница с бородой и без бороды. Без бороды это подкаблучник. Его жена задавила. Значит, вы должны знать, что Бог предупредил. За грехи придется отвечать на том свете. И для них рай, и для других ад. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Миллиард дизлайков ему. Все ему перед Богом. А здесь только одно блудство. Эти рулетки. Тут сатана полными пригоршнями гребет людей в ад. Курят, пьют, матерятся, блудят. Как будто бы преисподняя открылась. Ясно. Сын Божий умер за грехи людей, Христос. И воскрес третий день. И Бог говорит, что ждет людей за этот разврат, который здесь. Вы материться будете начинать? Материться начинает, что ли? Ну а зачем это? Мы по-хорошему встретились. По-хорошему встретились. А зачем материться-то? Здравствуйте, Божие. Ты ему скажи, что за каждое слово придется отвечать перед Богом. А мне вдруг умер, я не знаю, что делать. Смотри. Я не знаю, что я с ним делаю. Чего его, куда его тащить-то? Тащить куда его? В какую хату-то? Тащить куда его? Просчитай. Чуть-чуть, чуть-чуть, я не видел, еще чуть-чуть. Да вам ничего и не надо. Вам ничего и не надо, кроме блуда. Собрались, ты материтесь, допьете. Разве можно так жить? Аллах, знаю я. Аллах, только Аллах. Ну все, дальше блуди, воруй, все. Аллах, Аллах. Так надо жить по-христиански. Любить друг друга. Турхан Аллах, Валхамдур Иллах. Для того, чтобы воздействовать людям великую радость, что Иисус Христос умер за грехи людей и воскрес для нашего оправдания, чтобы жили для Бога. А тут одно блудилище устроили, Содом и Гаморру. Если люди не считают закон Божий, они беззаконники. Сквернословят, блудят, открыто все делается. Не стыдятся, ничего. Почему? Потому что он не верит, что Бог будет судить за это. Бог судить будет. Грядет суд Божий на вселенную. Это не только... О суде Божьем не у нас только написано. Есть люди по-другому верят. И у них тоже говорится о том, что судить будет Бог мир. У нас Спаситель есть, Иисус Христос, который умер за наши грехи. И дарует спасение. Благословен Господь. Я христианин. Что вы в состоянии выжили? Крестик у вас? Вот как? Ну, вы знаете, что через две недели пост будет начинаться. Да, через две недели пост. Да. Пасху Христову будем встречать. Через семь недель потом. Сейчас через девять. Вот мы строим православную деревню с нуля. Одна деревня на всю страну такая. Получили землю. Нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Ни одного аборта, ни одного развода. Любовниц можно иметь? Что делать? Любовниц иметь можно? Да такой вопрос сам по себе уже негодный. Как это можно? Когда разбратник, ни один царство Божие не войдет. При любодеи наследует огонь вечный вместе с дьяволом. Зачем она тебе нужна? Женись, повенчайся. Законная жена. И чтобы ты для Бога жил. Радостно. Мы свидетельствуем о Боге. О любви Божьей, долготерпении. Что Господь говорит... Вы говорите, будет суд. Обязательно. А как же Лермонтов пишет на смерть Пушкина? Есть Божий суд на перстнике разбрата. Есть грозный судья, он ждет. Он недоступен звону златы. И мысли дела он знает наперед. Так что... Ну ладно, давайте с Богом. С Богом. Если хотите больше узнать, можете зайти на наш канал. Самый большой в интернете. Во свете Библии называется. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Там отвечаю я студентам на 4 тысячи вопросов. Там и ваши вопросы могут быть. Почти на все вопросы можете ответить. У меня 38 томов книг вышло из печати. И мы... Бог положил на сердце подарить библиотеке мира. Из Барнаула, вот я в Барнауле. Мы дошли до Владивостока, а потом до Лиссабона. Прошли Скандинавию, Прибалтику, Север и Юг. 650 городов снабдили книгами. Сделали им подарок на 35 миллионов рублей. А у нас еще нету. Это Бог так делает. Эти книги возрождают людей. Таких книг никогда не было нигде. У меня очень большой опыт и вера. Мы молимся Богу. Мы служим Ему без всякого обмана. Вот так. Если бы вы зашли по Скайпу. Скайп. Такая есть система. Игнатий Лапкин. Вы на меня сразу попадете. Я там могу скинуть и форум, свой сайт. Все остальное. У меня во всех сетях есть. Там помощники работают. И Твиттер, и Фейсбук, и Одноклассники. Контакт. Живой журнал. Везде. У нас огромный материал. А? Вы в церкви работаете? Я не работаю. Мне 81 год. Я, наверное, уже наработался. Я дома печку топлю. Занимаюсь голубями, кошками, воробьями. С Богом. Да. Возвестить людям волю Божию. Что будет суд Божий за все, что делается. И чтобы узнали о великой радости, что Иисус Христос умер и воскрес в третий день. Но это хорошо. Крестик напоминает о Христе. Это точно было? Надо жить по-божески, чтобы... Это точно было? Точно было. Более... Нет, хоть куда-нибудь божья. Потому что Бог ей, мне интересно было.